На этих, на подоконниках, на балконах, но повторюсь, прежде чем вот так своего любимца подвергать дикому риску, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, либо позвоните, либо сходите, если не прививались, привейтесь, потому что я не специалист, могу позвать специалиста из соседней комнаты, она вас постращает, просто расскажет, что могут принести за один такой поход. Так, у нас там вебка замылилась со 120-го, он какой-то мутный. Привет, Михаил, пишет MyLoveWarCraft3, какой же праздник этот голд? Комментарии, спасибо за стрим, спасибо за позитивный коммент. Чем дальше, тем будет интереснее, тем более, что Фогич живой, такую классную он игру показал вчера, вселяет надежду. Блин, у меня MainID 64000, но это второй акт, почти первый такой же, по нику не смог его восстановить. Бывает. Очки запотели. Говорят про 120-го. Нет, можно восстановить аккаунт, если прямо тебе он очень нужен, то можешь написать подробности, и что необходимо сделать, на mikersobagoodgame.ru. Дингер говорит, да, они заболевают за секунду целым букетом, потом неделями носить на прививки. Сначала нужно прививать. Сначала нужно прививать. Чем хорошим, насколько я понимаю, каждый год нужно прививать. То есть там есть две базовые прививки, которые вы делаете на старте, ну, там, по достижению определенного возраста у кота. Там то ли 6 месяцев, то ли 8 месяцев. Я не разбираюсь в этом вопросе, если честно. Вот, а потом регулярно, то ли раз в год, то ли раз в два года какая-то там периодичность есть, все равно прививки нужно обновлять. Если вы хотите, конечно, чтобы на рандоме у вас так... Архангел говорит, если у меня 1.76к, я молодец или не очень? Ты молодец на самом деле. То есть 76к, это значит, ты на сайте, не знаю, лет, наверное, 9-10. Так что сейчас там уже айдишники, 1 миллион 300 тысяч, чего-то там. Вот закидываешь тебе соточки, а ты не читаешь. Клод Рейвен, прости, сейчас читаю. Мишени Варкрафт лучше саундтрек рабочего дня, немного заработанных мной денег. Твои поправы. Ох, спасибо большое. Желаю тебе больше зарабатывать. Так, Демон Хантер против Деки. Прости. Так, давайте я попробую переключиться на... на этих, на корейцев. на китайцев, извините. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Вот она. Приятная слуху речь. Гарри Поттер имба Низкий поклон Начинается криппинг Приехал Акалит на разведочку Димка выбегает Смотрим, что по артефакту у него будет Оба они, кстати, очень похожи Игроки, смотрите, левый нижний угол, правый нижний угол Приоткрыт рот Это для вентиляции мозга Так же, как с процессорами Там идет перегрев Это еще с граби пошло И с дедмона тоже Если ядро работает в турбобусте Повышенное энергопотребление Частота энергопотребления Надо это как-то все охлаждать И все так наклонены еще вперед Видите, к монитору Я, конечно, у вас не часто бываю Но английские комментарии на фоне приятно ощущаются Но если ты в них не начинаешь Китайская речь хороша тем, что создает фон Но она абсолютно тебе не мешает То есть ты ее не слушаешь, не переводишь Не начинаешь с ними спорить Когда они говорят Какую-нибудь тему из серии Вот очень-очень стражечная Сейчас пуш идет Вот, и ты прям Ну как, ну что Ну какой там пуш Там уже плюс 20 лимита Вот А с китайцами-то чего? Все И она там мурлычет что-то себе Абсолютно Даже если она там какой-то лобудень говорит Ты же об этом не знаешь, правильно? Так Кольцо защитываю, Паладимкин Оно, конечно, поможет против арбы Но все-таки Нет, в целом оно хорошее Оно же тебе служит еще долгое время до хирокила Верой и правдой Катафот — это зарплата Бесса Фонда платы труда Так, а что там Димка? Димка нарезает скелетов Он так встал неудачно за колонну Что не видно нам, как он рукой машет По кому атакует Но один скелет откатился сразу же Отъехал, точнее Роковая женщина уже была в кадре Да, у нее новый наряд Она нас продолжает радовать Все нормально Бывшая Бывшая старается Но бы крепится Никаких серьезных попыток Вот Элис Кто такая Элис Подхарасит 120-го Слушайте, подождите А 120-й Элис Они играют что, в виннерах? Не может такого быть Нет, это лозера той же самой группы То есть сегодня играет половина виннеров Половина лозеров Лавлейта 120-го шатнул У Элиса с Оком вообще было Очень все печально Но это тоже матч Наиболее безинтрижен, на мой взгляд То есть Элис это Вообще неожиданно, что он прошел Отборочный Он кажется Чуть ли не самый мелкий На турнире в принципе И Его как-то обозвали Андердогом Но он не Андердог Ну, то есть он Андердог Который не достиг Вообще Пока Не показал хорошей игры В первом матче, по крайней мере Ну, там лалайд был Но там был без шансов абсолютно Вот И Ну, а тут 120-й 120-й этих эльфов Пачками на завтрак ест Я думаю, что Это изи 2-0 для 120-го Извините, что спойлерю Извините, что убиваю интригу Но Даже по поведению эльфа Потому как он играет Не очень агрессивно Что дает Андерду Крипится спокойно Что почти его не бернил Хотя Элис как будто подслушал Пришел Ну, поздновато пришел на точку Он пришел туда, чтобы Огро-командира Огро-командира попытаться Помешать Андерду Забрать Но Андерд собрал Получил, правда Андердовскую ауру Ему не нужно Он ее скинет Естественно, как только До магазина доберется Тем не менее Видите, в тайминг Тоже не попал Эльф Тоже пришел Непонятно как Теперь Элис Это щегол Ну, по сравнению с 120-м Элис щегол Да, потому что Ну, потому что Ну, потому что 120-е Это Столько уже успел Повыигрывать Поубивать А Элис Я думаю, что многие из вас Даже о нем не слышали Какое-то время Ну, не слышали о нем До этого голда Но он прошел квалификации И попал на турнир Два года смотрел Стрим на ГГ Не регался Пока однажды не бомбанулся Стрим Пришел срегистрироваться Чтобы написать сообщение Такой вот я на бас По поводу чего Ты не помнишь К тому моменту По поводу чего Тебя бомбануло То есть я решил Реально доказать человеку Что он Что в интернете Кто-то не прав Разве не было патч Типауэр И теперь предметы Дают как бы Плюс один уровень Ауру из героя Да нет Мы фантазировали Что было бы неплохо Так сделать Для того, чтобы был баланс И ты не зависел Так сильно от рандома Но Это просто была идея Озвученная Хотя вы можете Требовать с близов Чтобы ввели Мы же В состоянии Менять происходящее Вокруг под себя Неплохо Попытка была До бича с красной Мне вообще Очень поражали люди Такие авантюристы Которые Брали какое-нибудь Утверждение Или Это наверняка Даже как-то Называется В психологии То есть Они берут Утверждение Которое не имеет Отношения к реальности И Своим поведением Приводят к тому И мнение окружающих Саму реальность Перестраивают Так что Это утверждение Становится верным Я не знаю Как это работает Но это точно работает Зависит Исключительно От Реалистичности Реализации И от Упорства Человека Да их называют Тупые Не-не-не-не-не-не-нет Нет-нет-нет-нет-нет-нет Так Так Мы пошли Первые медведи Как мы видим Стандартно Играет И тот И другой А что 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 Я пропустил Типа То что Огру Убежал Или там Какие-то У них Локальные Штучки Да есть такие На дороге Свидетели Помехи справа И пункт 10.1 ПДД Угу Сейчас Несмотря на то Что Ситуация Как будто бы Ровная Правда Был минус Телепорт Был неплохой Крипджек Сейчас можно Еще одного Финда Подрез Учитывая То что Он в сеточке Ну Хотя Сетка спала Койл долетел Медведи идут Дестройер Первый появляется Вообще Классика Минус Финн Скорее всего Да Нет Финда Спасает Там буквально Даже не тычка Любая тычка Даже от Арчи Его убивала Фокус По Димке Димка делает Телепорт И это значит Что Андет Сможет собрать Нейтралов Неподалеком Не знаю Кроме крабиков Он будет ли там Двигаться на фонтан Или на магазин Или на эльфийскую Эльфийский эксп Это опасно На самом деле На эльфийский эксп Мне кажется Он идет на эльфийский эксп Потому что было время Поставить базу И допускается 20-й безразведка Что там есть эксп Но там ничего нет А Диспел сбил хил Там видимо Тролль Прист Отдиспелил риджу Ничего по себе Молодцы Какие финды Некрарахниды Извините Извините Ну и в то же время Не теряет Правда У него сейчас Телепорта нет К нему пришли на базу Это был очень Агрессивный Криппинг Надо сказать И сейчас Андетт заберет Красную точку И будет выщелкивать Ну скорее всего Мунвейлу Что там поблизости будет А эльфу придется Мучительно Долго возвращаться Пешкарусом А, Хантерс Холл Нет, не Хантерс Холл Передум Нет, Хантерс Холл Все-таки Потеря Хантерс Холла Чревата Его надо восстанавливать Ну не для производства Ну не для производства Но для апгрейдов Ну не для производства Но для апгрейдов Хантерс Холл Минус Вообще шикарно 120-й контролит ситуацию 50 лимита 800 голды на руках Истинный андетт из 50 не выйдет До последнего просто Минус Мунвейл Главное, что тут посражаться может Если у эльфа Также 50 Два Мунвейла достраивает сейчас Элис Кто такая Элис, да? Темский говорит Привет, спасибо за Варкрафт Приобщились с братом Еще с навигатором Громира Брату привет Уважение Спасибо, что Интересуетесь Вариком Сегодня вечерком Как и вчера Поиграем фафашечку Но ключевым матчем Сегодняшнего дня Все-таки будет Лин против Муна Потому что Первый матч Хоть и в Винерах Был Какой-то странный Не буду спойлерить Но если у вас ограниченное время Даже особо Не смотреть этого Сока Против Лавлета Ну, то есть Если есть Матчи, которые вы вчера Например, или позавчера Не смотрели То лучше выбрать Любой другой матч И посмотреть его Чем смотреть то, что мы До этого Только что посмотрели А вот Лин Мун Это прям Да Уже Ух, минус 2 юнита Просто на ровном месте Как здесь оказалось Это Арча и Дриада Они не поместились Ооо Персоналочка, стаф персонал Красиво И он туда без телепорта пришел, да? Да, неплохо У Димки персоналка с Этим стафом Застрял, продает Зигурат Выходит Сейчас уже похоже на На попытки контролировать ситуацию Но без экспанда Это не особо много результата приносит. Ну, то есть еще Нага застряла. Минус 2 зигурата, это уже серьезней. Это уже серьезней. Минус там 300 голды. Перестрой, там возвращаются ресурсы, конечно же. Я уровень периизма. Так, 120-й все-таки выходит из лимита. И вот это время выхода из лимита, оно крайне неудачное получилось. Потому что у него сейчас 63, при этом 63 на 50. Он сейчас перестраивает зигураты. То есть вместо 70 плюс лимита у него сейчас 63 без возможности нормальной достройки. То есть он потерял и время, и лимит не достроил. Дестройер висит просто потому, что вдруг снова прилетят. Неужели... Как? Здесь же только что был Дестройер. Дима под инвизом. Ой, Дестройер, ты такой вообще не очень. Ну, ё-моё. Убьют! Убили. Ха-ха, гэ-гэ. Просто... Сегодняшний матч пока не похож вообще на голды. А, вот, голд написали. Это голд, ребят. Я извиняюсь, что иногда не эмоционально там, типа не вау, оу, но обычно меня как раз разодоривает именно игра. То есть если происходящее на экране впечатляет, то как бы класс. Но если там происходит какая-то чушь, я не буду... Я не буду визжать, как маленькая корейская фанаточка. Понимаете? Не могу. Я могу поржать просто с игры. А сделать её интересной не смогу. Ну, вот она так как бесславно шла, так и бесславно закончилась. 1-0 в пользу 120-го. Прогноз 2-0, соответственно. Бывшая в тонусе новая штора. Наряды у неё, конечно, экстравагантные. Экстравагантные. Там показывают моменты из этого матча. Ну что, ярко. И финал, и финальный момент просто. Да, он решил Калита добить. Класс. То чувство, когда криппинг в хайлайтах. Да-да-да, и глум. Там, по сути, было одно недосражение. Потом, когда криппинг на фонтане. И нелепый момент с потерей Димки, который привёл к ГГ. Причём, это не ГГ. То есть, у него были те же самые под 50 лимитов. У него на руках было, насколько я помню, 700-800 голды. Да, они играют один в один. Но в целом, ну что? Ну, потерял ты героя третьего уровня. Ну, пока там Андетт дойдёт до твоей базы, ты уже успеешь восстановить этого героя. То есть, там не было такого, что всё уже, ну никак не выиграет. Просто Элис игрок другого уровня. И, ну, не получалось, видимо, задуманное у него в этой игре. Что бы там ни задумывал, не получилось у него это сделать. Он решил, а к чёрту, к чёрту. Давай вторую катку быстрее. Этот позор закончится. 0-2-0-2. И поехали. Эта Зайн-Навеска прямо в душу смотрит. Да, у неё есть определённые навыки. На нас смотрит больше, чем на своего сведущего. Среди интересных моментов показывает, как Абом пробежал между двух армий. Не заметил даже ТВД. Да. О, хорошая новость заключается в том, что Элис выбрал карту Твистед Мэдоуз. Кстати, не так давно появилось интервью с Элис. Если вы пропустили. Я пропустил, да, на самом деле, его. Я его не читал, если честно, простите. А, появилось, кстати, свеженькое интервью с Фогги. Его только вчера взяли. Он не такой большой. Но можно будет почитать. С Тексиком, если пропустили, сегодня я осилил половину в первой плане дня. С Икс Лордом. Но я искал другое. Трэш Ток. Не-не-не, подождите. Было же интервью с Элис совсем недавно. Вот, интервью с Алисой. Вот, если вы хотите побольше узнать. Привет всем, я стример. А, я стример. Тихий парень. Хорошо, уже определились. Занимаюсь анимацией и играми. Мой номер канала на сервере. Так, записываем. Так, я думаю, что начал играть, когда был в начальной и средней школе. Ага. Но я не играл постоянно. Играл больше в период с ООО 11-15 года. Чаще участвовал в флайн-соревнованиях. В августе прошлого один заманил обратно в аркад при помощи хитрой уловки. Это явно не наше брали интервью. Как думаешь, кто симпатичней? Ты или Чжжж? Чжу-кси-кси. Ха-ха, Алиса больше Кжжу-кси-кси и Элегант. Понятно. Разговор о балансе и новом патче. Что думаешь о балансе для ночных эльфов в этом патче? У ночных эльф сейчас 60% победить в игре против форка. Преимущество... Там началась игра, ничего страшного. У ночных эльфов в рискованной игре грязные стратеги. Могут успешно поставить экспанды, забрать лагеря. Так. Пронежить, нежить. Матчи против нежити. Я думаю, что обоих шансов 50 на 50. Зависит больше от стиля. Эльф при этом необходимо рисковать. Когда есть хорошее преимущество, в начале и середине игры постоянно поддерживать снежный ком в движении. Если вы этого не делаете, не останется снежным, и выйдет горная великана. Так сложно в конце игры. Нежить послужит свой экспанд. Квалификация. Первоначально в группе Хавкфортитюд, темная лошадка. Дуна и ситуация, когда кто-то уверенно заявляет, что кто-то определенно выиграет игру. У нас Дуна идет. Что там? Стасёк говорит, добрый некроарахнит. Он под кладбищем сидит. Приходи к нему лечиться, и дестройер, и верниться, и жучок, и мясничок, и послушница всех излечит и слит добрый некроарахнит. Минус донат. Спасибо большое, Стасёк. А мы к игре. Трисед Медовс карта старая, знакомая, но крайне редко используется. Это второй раз на турнире за три игровых дня, когда мы смотрим на ТМ. Ну, голем, достань. А, нет, тролль может. Вот Акалит с маленькой вероятностью, а тролль может. Нет, не добил. Там еще гулька подъедал, виспов. Ну, тролль офигел. Серьезно, ты будешь вот так вот бегать за ним? Подблочь, подблочь. Оп, оп, оп. Все, тролль свободен. Сегодня качество завезли или глаза обманывают? Чуть-чуть получше качество, чем раньше, но у меня максималка лагала. Ну, переключусь на 4 мегабита. Плывем. Блин, а зачем? Работает, не трогай, ну. Овца. Странно, что ее не убил. Убил. Такая, вернулся специально. Чтобы убить овцу. Хорош. Ботинки, скорее всего. Плащик, наверное, не стоит, пока есть свободный слот продавать. Первая ночь. Пока ровно. Пока все ровно. Даже, я бы сказал, у эльфа небольшое преимущество за счет этого первого криппинга хорошего и артефакта, который выпал. Там большая бутылка у меня. Странно, что такая уверенно пошел... Тут две вещи странные. Что уверенно идет окружать Демон Хантера, и второе, ну, не имея просветки. И странно, что при этом Демон Хантер не дает себя окружать, если рядом арчи. Ну, почему бы и нет? Пусть пытается окружить, а ты урон наносишь. А как только окружат, то... Да, короче, тут благодаря плащику можно рисковать. Больше, чем обычно. Да, что ж такое? Эру говорит, пауза. Альта бейтся. Сори гоу. Что-то, видимо, там, может, уведомление, какие-то звуки, что-то отключил. Может, Стримчанский просто посмотрел. Ну, строится там дерево или не строится, все просто. Опс, даже случайно на Enter нажал, кому-то хотел сообщение отправить в игре. Вот там так крикнул очень сильно комментатор, что даже я перепугался. Но, опять же, в этом крике смысла тоже мало, но окружит. А дальше что? Неужели не видно плащик и не видно отсутствие просветочки? Сейчас купит просветку. Нет, купил... Да, купил просветку. Вот теперь уже можно кричать. Страдает скелет, страдает гулька. Ваське ответить надо. Да, да. Так, ты два готов? Уже. Опа, это чисто случайно не... Не-не-не. Нага первая, Нага, скорее всего, тоже вторая. Со стороны эльфа. Ну, хотя он должен был... Нет, он к таверне идет. Сейчас возьмут Нагу тоже. Доедает огров на лагере наемников. Но здесь эльфа вообще не права. Очень битый Дима для того, чтобы въезжать в Нагу. И у Нади, как мы слышим, есть сапоги. Она довольно шустро уползает. От... Здесь важное, может быть, окружение. Плаща нет. Нага довольно медленная. Без сапога. Ее гонят прям к лесу, к лесу, к лесу. Хитрая какая-то змеюка. А, окружили все-таки. И доедают. Плащик передать? Бутылку передал. Да что ж происходит-то? Минус бутылка? Там еще Нага подошла. Эх, минус Нага. Да, показывает просто, кто здесь. Батя, 120-й. Играется. Даже Арчо окружает почти четырьмя юнитами. Там пятый даже не участвовал в окружении. Но здесь Нага уходит. Тем более там обсидианка первая уже должна ее встречать. Это она же? Нет, это тролль. Я за обсидианку. О, найса. Блок от виспа. Вот это хорошо. А вообще не с этой стороны, так с другой. Но висп тоже такой прошаренный. Давай вниз, вниз, вниз. Срезай, срезай. А, уже под магазином. Один удар там по 30 урона. И Моноберн на губу унесли. Но, к сожалению, нет. Короче, пока катастрофы не случилось. Но по всем тем моментам, которые мы наблюдаем, 120 впереди. То есть, да, там он отдал парочку гулей тоже. Но в целом все очень хорошо. Он выбил тот самый бутылек. Жирное преимущество, которое было на старте у эльфа. Он показал, что умеет окружать. Окружил два раза. Три раза даже получается окружил. Разок развел на бутылек. Второй раз развел на Нагу. А третий раз убил еще Арчу. Вот, и это ТМ. Карта большая. Эльфу по-хорошему надо уже жить с... Ну, чтобы база была. Тут просто барак только идет на криппинг. И... Ну, потому что, если захочет Андед сыграть в лейт на этой карте, он спокойно будет крипиться просто нон-стоп. И если ты у тебя... К этому решению Андеда не будет работать еще в Экспанде, он... Он по времени не будет ограничен. Спокойно будет ходить и собирать все очень быстро. С тремя героями, там, на лимите 50. Эльф вроде как ведет в Экспанде. Экспанд, я вижу, по мини-карте. Это наиболее важный, на мой взгляд, сейчас момент. Будет он ставить ничек или не будет? Но он думает о ней. Денег пока у него на нее нет. Секунд 10 еще есть. После этого может влепить. Тайминг поздновато, конечно. Но, с другой стороны, он в лимите 50, и как раз сейчас медведи идут. То есть, если он и может защитить Экспанде, то вот в данный момент. Да, пошла нычка. Опс, очень грамотно среагировал. Показал прям четко по таймингу. Молодец. Тролль там потанковал слишком много. Хотя троллю же особо не нужен. Он лечит в несколько раз хуже, чем обсидианка. Ну, если брать там 5-6 юнитов, которые обсидианка сейчас лечит. Он чуть-чуть сильнее, но только на одного юнита. Элис молодец, что сразу на красную пошел. Да, Арчу не жалеет. Че, плевать. Зачем? Она не нужна особо. Арче можно постепенно избавляться. Не уверен, что он сделал это специально. Опа, вот это встреча. Там выпал Амуль, здоровый. О, Элис будет сражаться. Хотя 3-2-1 против 3-3. Расклад не самый плохой. И телепортируемся. Ну, Арчу хотя бы забрать, ну. Нет. Ну, сейчас 120-й, наверное, пойдет. Нет, он решил крепиться. У него, по сути, два было варианта. Две равноудаленные точки. Первая точка — это место, где эльф мог... Ну, это логичное, самое логичное место для постановки экспанда. А второе-то просто продолжит крепиться. Ну, и, может быть, там параллельно самому поставить нычку, потому что Маколит пошел. Еще один показатель, что 120-й вообще не переживает по поводу игры в лейт. Смотрю, я в рефодже даже артефакты по цвету, блин, похожи очень. То есть там сапоги красные, ну, те сапоги агильные, сапоги на скорость, они тоже чем-то похожи. Ну, они и в оригинале тоже похожи, но... В оригинале красные краснее, зеленые зеленее, небо голубее. Все было лучше. Видел, какая у обума попка? Мы эту попку, как только вышли андеды, рассматривали, обозревали с подключением мега-таланта. Не знаю, почему я так... этому... хорош. Так, экспант ставится, Эльф делает тоже очень грамотную разведку. Ну, вообще, он понимает, что происходит. Это очень хорошо. То есть он реально понимает... Очень хорошо, причем понимает. Все очень своевременно. И ставит протектор. Потому что, видимо, знает, что... На этом 120-й не остановится и будет продолжать здесь пытаться делать базу. Мекрополь готов. Но если там удачно посражаться, там можно под протектором удачно посражаться. Сейчас выйти из лимита. Уже вышел из лимита. Молодец! Ну вот, смотрите, сейчас, если 120-й, который, кстати, просто ходит и крепится, и он как андет, это абсолютно логично. Ему нужны прокаченные герои, связка работает хорошо. Но если он решит именно в том месте построить снова базу и за нее посражаться, вот это может стать проблемой. Хотя, судя по тому, может, он в лимите сидит. Он, во-первых, знает, что эльфа экспант, и, во-вторых, не собирается пока свой восстанавливать. Похоже. Коил, новый фокус. Бах! Отгоняет Димку. Забирает уже желтую точку, которая прям родная у эльфа. Ну и все. На карте осталось только на шести часах там пара точек хороших. Ну, это андедовские. Сражаться сейчас 120-му просто противопоказано. Он только-только вышел из лимита. Он видит, что эльфа здесь плюс 15, плюс 20. Не знаю, зачем он здесь сражается. И он тоже, видимо, задался тем же самым вопросом, телепортируется. Это вот одна из тех битв ни за что. Просто абсолютно нелогичная была бы, если бы он продолжил там находиться. Смысла в этом не было. Сейчас эльф идет на предполагаемую базу андеда, которой нет. Ну, 120-й, видимо, сейчас будет просто 70 лимит, пуш, экспант и до свидания. По героям он значительно, короче, прокрепился. 4-4 против... Ну, 4-4-3. Там 3-9, 3-9, 3-3. Сейчас будет двойной левелап просто на этом огре. Ну, или на каких-то первых убитых юнитах. Нет, Акалита идет. Делай Акалита, идет ставить экспант. Двойной левелап. Очень хорошие артефакты. Там еще аура паладиновская, сала. Я вот сейчас не увидел. Только сейчас увидел, что Сайленс есть у Деки. Можно на Димка издеваться, если рук хватает. Личу передали еще когти. Привет, Бамон Дегейм. Эльф действует как эльф. Не очень... Не так нагло, как мог бы сыграть на этой карте, но ставит третью базу. Мне это очень нравится. И нерешительно 120-го. Я думал, что он просто таймингово после того, как все прокрипит, выйдет из лимита и пойдет атаковать. Может быть, он совместит эти темы, потому что сейчас трата 250 голды на экспант, она не так... Ну, это не такой большой удар по твоему лимиту. Все равно отстроил эти 70, которые хотел. Ну, хотел, естественно, 80, но построил 70. Начинается битва. Да, то есть он делает нычку и атакует. Минус медведь. Очень хороший фокус. Форкет нова. Минус еще один медведь. Ставфов не завезли, видимо, да, у нас. Как там? Есть ставфы? Есть ставфы. Один, правда, только. Видимо, для демона специально перепасен этот ставф. Там он делает Маутен Джейн. ДК... ДК, кстати, страдает. Придет стелепортироваться, но перед этим он заставит стафануть, по крайней мере... А, нет, инвул прожать. Медведь сзади, ну форкет! Но... Безусловно, плюсовый размен для 120. Если они заходили в сражение 69 на 80, то в результате остались в одинаковых лимитах. Да, там у Элис еще в загашнике 1300 голды было, и это тоже минус, что не может он нормально, быстро тратить деньги. То есть, да, вот сейчас он правильно сделал, что ответил еще четвертой базой, и вообще можно Муну врубить на этой карте, и, возможно, он к этому и идет, что нычка-нычка-нычка-нычка, и там поехали. Но то, что он не достраивает нормальный юнит, меня очень смущает. Только сейчас да заказал. Вот только сейчас он двух медведей да заказал с Олипо-лимитом. Очень странный. Одного МГ, МГ, я думал, почему не сходится 8 там минус 71? Почему не 8, а 7? Самая большая проблема эльфа, это прокаченные надэдовские герои сейчас. И непонятно, что с этим делать. По-хорошему, если у тебя два героя против трех, на такой стадии должно быть минимум 5-5. Минимум 5-5. Там еще артефактов просто вагон, как в дотке просто тебе там сапоги, когти, все, инвулы, свитки, лечение, сайленс мана. Полный набор. Но для эльфа еще далеко не все потеряно. Из-за экспандов, потому что вот эта вот пассивность, можно сказать, 120-го. Потому что он не делает сейчас разведку, особо не проверяет там, где что у эльфа растет. Она может привести к тому, что эльф спокойно вот будет делать 80+, и давать сражение хорошее, несмотря на минус по героям. А потом наверстает, соответственно, это дело все. Может наверстать. А бом вот так контролят, классно. ДК уже без маны. Кайла нет, говорит комментатор корейский. Минус Дестер. Что, Элис тут может выиграть вообще? Уже размен равный. То есть, если в прошлый раз 120 убил больше, чем потерял, то сейчас равный размен. Вообще, отсюда надо валить, убив медведя, просто свалить, или попытаться там Димку щелкнуть. Но... Хотя в медведя особо не осталось. Ай, минус финт. МГ убивать пока что некем. Да, возвращается Демон Хантер. Рядок отстрелит, типа, да? Дима здоровый, прилетает. Такой здоровый Дима. Эльфы Нимбы спрашивают, Лек Сам. Нет, а с чего? Не понимаешь, что здесь происходит, что ли? Все телепортируют 120. Сейчас начала работать база у Андеда. Одна, по крайней мере. Но тут уже плюс две. Понимаете? Уже плюс две. Это был подрывник, что ли, да? Это был подрывник от эльфа. Не понимают коммендатора. Это же такие. Да, это был подрывник, который взорвался больше в шахту, чем в Зигурат, но второго не хватило по каким-то причинам. Может, там был микроконтроль Акалитами, нам не показали. Может, там он нерубкой остановил второго, и бравые Акалиты его встретили грудью, не дали подойти. Что-то под нерубкой ему хватает ста хитов. Да, видите, Акалитов достраивает. А хотя они должны были быть раньше достроены. В Ангую, что там был Висп, который шел в мастерскую, купили два подрывника, он пошел взрываться, один добежал, второй не добежал, и был встречен геройски, просто встречен Акалитами. Сейчас 120-му будет сложновато, просто из-за того, что он сейчас играет один в три. Причем, судя по всему, он не знает, что он играет в один в три. Один в три. По рудникам. А это серьезно. То есть, у них одинаковый апкип, реально в три раза отличается добыча. Ой, у Элис есть, это может быть один-один. Если Элис сейчас правильно будет, а он вроде как собирается, еще бы базу ему направо перевести на час. То есть, он делится, он пытается подхарасить. Форки давай сразу. Ему надо инвестировать тех же самых подрывников и шатать шахту, единственную шахту. Ооо, и 120-й. Ооо, это один-один. Если Элис сейчас будет продолжать делать то, что он делает, это супер просто. Он врубил такого полумуна, он поставил базы и начинает избегать сражений, идет в разводы. При этом разводы, особенно когда у тебя есть и дрядки, и МГ, они приводят к тому, что ты вроде как и мобильность сохраняешь и подрезать можешь. Ну, надо разделять эти темы. И при этом у тебя есть группа, которая вполне способна уничтожать здания. то есть вот приходишь, ты же не можешь игнорировать вот этих вот чуваков трех с дрынами. Ну, убил ты базу, ну, сделал телепорт, но эльфы две еще работают. но одновременно с этим, конечно, эльф должен сразу, даже на трех точках, даже на той точке, где только что была база Андейда, ставить дерево. Особенно, блин, когда у тебя 1500 голды на руках. Ох, нет, это не мун. Это не мун, поэтому я сказал полумун. на 120 упустил, конечно, игру. Стоило догадаться, кстати, когда выбрал Элис эту карту, на что он рассчитывает в лейте. Стоило догадаться, потому что карта просто кричит о разводах. И вот сейчас натыкается еще на одну базу. Но вот Элис сейчас тормозит, реально тормозит. Должно быть плюс, не должно быть такого количества бабла на руках у вас. У вас везде должны быть нычки. И вы постоянно, как только человек к вам приходит, вы должны атаковать так или иначе. Не успевает и здесь немножечко подконтролить. Дрядку. Здесь, там, везде, справа внизу. Не просто там протектор барак перекопать. Не хватает скорости. Ой, я знаю, причем, что сейчас Мун смотрит на эту игру и так... Оооо. Что-нибудь такое говорит? Типа щегол, тебе еще расти и расти. Ну, серьезно. Андетт просто сейчас безнаказанно убивает уже второй, получается, экспант. А ты, что ты здесь рядом делаешь? Ты же все равно с ним не готов сражаться. Что ты здесь делаешь, скажи мне? Два косаря на руках. Справа базы не строят. Ну, одна строится, вторую не строят. У Андетта тоже не строится на экспанде ничего. Хотя бы протектор там бахнуть, чтобы на халяву он нычку не восстанавливал. Мана Берн. О-о-о-о-о-о-о. Мана Берн. Да, по-прежнему плюс 10 на самом деле. Можно и посражаться. Но смысл этой страты с разводами в том, что тебе даже необязательно сражаться. В этом и смысл. И все равно Элис тут выигрывает. Если он сейчас Текущее сражение выиграет То считайте, он базу снизу Андреяда убьет Единственную добывающую Ну, которая еще не добывает, но скоро будет добывать И все И дальше вообще никаких Ай-яй-яй-яй-яй Да, это 1-1 Я со своим 2-0, конечно, был неправ Но если уж Элис напрягается 20-го с разводами, то Мун на этой карте будет его просто Ну и черканет, скорее всего, 120-й Да, ГГ Да, я был неправ Я был неправ И это еще не идеально Далеко не идеальное исполнение Темы Ну, если коротко Если коротко 120-й не делал разведку Упустил момент, с одной стороны, хорошо, что он крипился И Эльф сильно не халявил Долгое время, но Одна база Вторая Третья Это все происходило без какого-либо участия Андеда И... Ну, 120-й реально То ли не ожидал То ли... Не, он точно знает, что с этим делать Но проявил какую-то пассивность То есть, хорошо, что ты там крепишься Прекрасно, что ты крепишься Но даже после того, как он почти всю карту закрепил Он не стал делать разведку То есть, он не знал об этих базах Он протыковал только натурал А потом вторую-третью нашел Когда они там по полшахты уже выкачали Но стиль явно Элис берет от Муна И это очень хорошо Правильное исполнение такой темы Особенно если Андед проявляет пассивность Ведет, конечно К колоссальному преимуществу А сейчас есть где-нибудь набор страт, гайдов Как старые добрые, чтобы перезайти в Варкрафт Наверняка, кто-то что-то записывает У меня была идея тоже что-нибудь такое Бахнуть, но Время лень Но сейчас в любом случае Проще, наверное, зайти Если ты определился сразу Выбирай просто себе стримера Заходи, смотри Как играют люди И пытайся понять И повторить Что происходит Сейчас материала Мы уже сто раз об этом говорили Гораздо больше, чем раньше Третье решающее Echo Isles Ну, карта абсолютно другая Очень компактная Никакого макро здесь быть не может Максимум, что ты можешь сделать Даже при всем желании Это две дополнительные базы Да, который есть Для них Да, я думаю Субтитры У них ещё будет Часто И это У тебя Я думаю, что Субтитры Далее какие-то два игроки за 30 баксов в час преподают warcraft 3 во первых я не ты два игрок во вторых я не очень люблю знакомых людей не надевают в обычной одежде вообще наверное ну это для нас одежда то есть там же культура другая совсем ромео пытался обидеть бывшую нашу бывшую я думаю что будет конечно убедительный но нет но нет вот там код за 120 смотрите прошел просто по креслу слева направо перешел опа ну что ты выигрывать будешь тварь покорми меня покорми меня руки ответишь пошел ссать тапки катапультировали кота котик котиков нельзя бежать поехали Ну, теперь, да, надо болеть за Алису, получается, за котовый двор. На этой карте не развернуться, понимаете, здесь выходишь с базы, и уже андэда, база видна. Реально, если бы можно было поставить так камеру, повернуть еще под сильнее углом, чтобы так вот, то мы увидели бы прорисовавшийся мейн андэдов. По картинке не пойму, кто из них Алиса. Алиса слева. Собрался барак. Варденку берет на этой карте, на маленькой. Ну, посмотрим. То, что умеет с разными героями, это, безусловно, плюс. А прикиньте, 120-й сыграет в два тура на этом турнире. При том, что на турнире, в принципе, всего три андэда с ним вместе. И в ФЗ тоже уже проиграл. Да ладно. Не, я покину китайцев. Что, что, что? Варден еще баш получил. Еще один баш. Ох, на гулю работают эти кобальды. Да все уже, не догонишь. То есть догонит, но очень долго придется бежать. Нет, друзья, я пошел. Я пошел, с вашего позволения, сюда. Поехали. Поехали же, да? Такая тяжелая задача. Да, серьезно? Может, это с интернетом у меня что-то? Нехорошо. Какое мыльцо, легенькое такое. Приятно. Че-то лагает. Ну ладно, подождем. Вроде сейчас не будем каркать. Поставь на паузу китайцев. Фомка чистый звук там выключил. Так ширины канала-то хватает. То есть они же не по тем же самым маршрутам идут. Явно где-то есть узкое просто место и все. Да, шесть гулей пошли в атаку. Уверенно причем с турны эльфа. А эльф еще в арчи что-то перестал строить. Нормально с тремя будет тебе отбиваться? Блин, какой же ты невнимательный. Что ты делаешь? А, там просветки все равно нет. Есть два еще арча. Вы должны быть able to snipe out some ghouls. There's no coil to heal them up. I really like the tele-staff getting out of surround. И 120 просто через полкарты бежит за... за варденкой. Непонятно зачем. Нет, забил, короче, 120 на какой-то подпуш. А вообще нормально без просветки идти пушить? Как бы как... А андеты там... Фрэнзи говорит, Элис, девушка или парень, я хэзэ. А с какой целью интересуешься? Фрэнзи. Планы какие-то у тебя есть? Да это фейк-пуш. А как-то неубедительно получается. Ну, то есть как... Если фейк, то должно быть реалистично, правильно? А ты бежишь без просветки. На чем, спрашивается, сэкономил? Биллар говорит, если он красивый, то какая разница? Подкатить симпотная такая. Неплохо, неплохо, Фрэнзи. Ну, это он. А теперь думай. Кристалл Болл, отвратительно. Ой, бараком добил. Тут спокойно парочка отрезается. А, он хочет Деку. Лучше гуля в руках. Да. Почему он мог даже Деку просто тупо атаковать во время вот этих вот всех. Ну, то есть, первый вариант — это просто тупо забрать двух гулей. Может, даже трех удалось бы с ножей. А потом... Ну, ближе к третьему будешь, в конце концов. Тут даже не совсем понятно, что ценнее — две-три гули или минус телепорт, понимаете? Особенно, когда вы играете в соло Варден. Да, АОФ каким-то макаром. А как он там умер? О, и Деку берет в середину. Эллис просто немного зеленый. Эллис needs miracle. Фрозен такую простыню написал в комментариях во время игры. Надо между, между, между играми большие сообщения. Мы же не сможем это все нормально прочитать, не отвлекаясь на минуту-две от игры. Но в некоторых моментах ты среагируешь, и... Или это вообще копипаста. Пацаны, проверьте, это копипаста или нет. Или это его трушная история. Так, третий Варден. Давайте, раз уж все идет ровненько, я попробую на максималку переключиться. Чтобы прям... Ух! Вроде true, отлично. Тогда надо будет продублировать между играми. Минус гулька. Ну, со вторым даггером варька очень хорошо. Минус тп... А, да, он реально крепится. Главное держать руку на пульсе на случай, если ДК придет и Койл будет кидать. Правда, Койл там все еще первый, но она же не знает, он прокрепился до второго или нет. Успел, не успел. Там суть в том, что кошка девушке брата подставила их рыжего кота и салат тому в тапки. Класс. Коты, да, они могут. Но... Все же было хорошо, Михаил. Все же было хорошо. Сломал. Не, барак живой. Он, видимо, выкопался и пошел, а точку не заметили. Мы на мини-карте. Вряд ли он перестраивал АО в такой стадии. Ситуация довольно хорошая для Элиус, на самом деле. Единственное, что там с лесом временно какие-то есть проблемы. Что-что-что? Такой став был классный. В смысле нет шансов? Нормально у него все. Пошли четвертого уже. Ладно, посмотрим. Ну хотя там почти 3-3, да, есть проблемы. Блинк от Койла спасает? Да-да-да, конечно, спасает. Если у тебя не прилетает само заклинание, ну, естественно, оно не прилетело, получается. Если заклинание какое, которое моментально применяется, типа новое, или лечение у паладина, то ты уж никаким макаром не уйдешь. Или клэпа, да? Ну, конечно, если ты уйдешь с места, где в следующую секунду будет клэп, то да, типа ушел. Но так от Блинк отца можно от всего. От молотков, от Кайлов, от Даггеров тех же самых. Я даже подозреваю, что Блинкануться можно даже от Маноберна, учитывая то, что там есть хоть небольшой, но дилей, нанесение урона. То есть ты Манны лишишься, а ХП не лишишься, если вовремя. Ну не вовремя, там надо прям загодя. О, телепорт. Ну, Мануэлла ценнее, чем часть здоровья. Ой, нет, забейте. Сейчас, сейчас такое... Сейчас будут жертвы. Минус Сорча, дна. И минус ТП. Плохо. Мануэлла, когда он говорит, поставь на паузу второе сердце, если качество на этом, если не прав, забавь, забавь. Нет, ты не прав. Надеюсь, я правильно тебя понял. И сейчас должны просто съесть, Элис. По ситуации довольно... Ну, довольно все плохо уже. Уже 3-3-1 на 3, а не на 4. Лимиты равные. Алтарь минус. Тоже важно, учитывая, что у тебя там герой. Ну, Арчу... Ай, ну хотя бы в левом колодце бы ее. Начинается битва. 4 медведя, 50 на 44. Почему-то у Элис еще при этом 700 голды. На руках Арчи идут вперед. Вот, для того, чтобы Дестроера съесть, но он недоконтроливает их. Гули вгрызаются, умирают Арчи. Это просто переконтроль псалат. Просто его показали, показали как надо. Гули с Фрэнзи в минус 3-ю Арчу уже делают. Это уже вторая рейнджерка. Четвертый. Да, 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 да. Все так и есть. Все правильно говорят. Да, надо сейчас 120-му еще 50 плюс делать. Ну, то есть продолжать заказывать. 50 он заказал, 8 лимита. Остановился почему-то. Может, у нее забит продакшн. Да, минус Moonwell. Ну, чудо не произошло все-таки. Элис похитает турнир. Но взятая карта говорит мне, по крайней мере, о том, что если вдруг Moon и 120-й встретятся, 120-й должен черкать, блин, должен черкать низины. И если даже он встретится с Ла Лай, там тоже низины обязательно нужно вычеркивать, потому что то, как он отыграл против Элис, против Макро, его ждет. Причем он знает, как будут играть эти товарищи. И тем не менее, не справился все равно. Конечно, шансов никаких. Дрядки урона почти не наносят. Медведи становятся все меньше и меньше. Единственный шанс — это попытаться, да, заставить серепортироваться Деку. Это время выиграет. Да, да. Ну, у него сапплай-блок, во-первых. Мунвелов нет. Денег много, а толку мало. Он не перестраивал в тот момент, когда у него сносили Мунвелла, Мунвелла снизу. Да, и лич плюс 17 урона. Очень хорошо, что 120-й не дал время на восстановление. Прекрасное место для Мунвелов, ой, для алтаря. Да для всего, на самом деле. Давайте построим там же, где нам только что сбили. Киат Эмбуш может спасти, типа. Но Котейка не помогает. 58 лимит на 37. Да нет, ну без шансов. Как, как, ну смотрите, что происходит. Минус один, Мишка. Лича, ты хрен убьешь. Варден не пятый уж, тем более я даже близко не шестая. Инвул. И еще минус Миша. И остаются Дриады, которые не умеют ничего. Диспл, диспл. Ну и просто базу ушатывает раз за разом. Приключается почему-то на Лорницу. Может быть для того, чтобы... Да, ГГ. Неинтересная серия. За исключением некоторых моментов на ТМе. Серия чуть... Но следующий же матч будет Лин против Муна, если я правильно помню. Это будет бомба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итс!